Натерировать нашу встречу-дискуссию будет Юлия Сергеенко, заведующая редакцией компьютерной и научно-популярной литературы издательства «Фитер». Обратите внимание, компьютерная и издательство «Фитер», научно-познавательная бюджета на ваших столах, вы можете их почитать. И также, дорогие друзья, обратите внимание, что встреча должна пройти в формате активного диалога с залом, так что готовьте вопросы. И за лучший вопрос от издательства «Фитер» будет презентована Игорь Марков и Юлиса «Биология желаний, зависимость или болезнь». Итак, попросим Юлию представить остальных участников нашей встречи. Здравствуйте, мне очень приятно, что на очередную встречу, которую вы достаточно постоянно, раз в месяц проводим в Буквоиде, пришло так много народу. Мы, надеюсь, сможем поговорить очень интересно на тему не только о сексе, наркотиках и рок-н-ролле, но и о том, что есть в нашей жизни зависимость, что есть желание, что есть болезнь. Ну, собственно говоря, сначала хочу чуть-чуть сказать про научно-популярную литературу, которую выпускает наше издательство. До сегодняшнего дня темы, которые мы затрагивали в наших встречах, в той или иной степени были связаны с естественными науками, с физикой и математикой. О биологии мы практически не говорили, только вскользь на одной из встреч захотелось речь об этом. А сегодня мы хотим поговорить о очень интересной книге, более того, о очень необычной книге. И помогут мне в этом наши замечательные гости. Поскольку данная книга связана с многими аспектами биологии, психологии, у нас в гостях замечательные совершенно люди. Это книги Ахпак, врач-психотерапевт, председатель Ассоциации когнитивно-поединенческой терапии, сам автор многих книг, очень популярный. Я думаю, что вы уже неоднократно встречались с читателями, в том числе и здесь, в буквальности, хорошо знакомый, очень много инвестиций, присутствует в зале. Это Сергей Баженов, биолог, преподаватель, лектор «Прогресс-школа». Это замечательный проект, посвятительский, представители которого также достаточно часто принимают участие на наших встречах. И ведущий редактор издательства «Титер», профессиональный переводчик Наталья Релицан, которая, собственно, и занималась именно этой книгой и знает ее от строчки до строчки всю. Почему мы выбрали столь необычную тему и почему встреча состоялась именно сегодня? Скажу честно, исходно мы планировали и надеялись организовать встречу вчера, День Святого Валентина, поскольку когда не говорите о привязывостях и зависимостях, как ни в такой день. Но вчера это сделать не удалось, поэтому встреча привести нам до сегодня. Я думаю, что это нам никакой образом не помешает поговорить на столь интересные темы. Но давайте начнем с, собственно говоря, главного. Что такое любовь? Вот, по сути, я не могу сказать, что книга «Биология желания» посвящена именно любви. Но давайте попытаемся разобраться, что есть любовь. Это с точки зрения биологии что? Это болезнь? Это зависимость? Или это что-то другое, что-то третье? Ведь, ну, собственно, без этой темы я обойтись не могу, поскольку мы ее поставили в названии книг. Я думаю, что мы сейчас послушаем, что такое любовь с точки зрения врача-психотерапевта. Я думаю, что немало на эту тему знает и может рассказать о том, с точки зрения биолога. Я не думаю, что эти точки зрения будут одинаковыми. С точки зрения переводчика тоже стоит узнать, как лингвистическая часть связана с нашими желаниями. И психотерапия как раз рассматривает человека комплексно. И, наверное, редкий врач, так как психотерапевт, рассматривает человека целостно. Потому что обычно специализация приводит к тому, что есть специалист очень крупный в какой-то очень небольшой области. И можно быть таким гигантским специалистом практически ни в чем, как следствие этого, и потерять предмет исследования. Вот здесь, может быть, наиболее наглядный пример того, как может возникнуть подмена. Любовь можно трактовать как безумие, как измененное состояние сознания, как аддикцию. И тогда мы исчезаем как люди, как личности, исчезаем как человек. Потому что, начиная с религии, потом уже философии, основной категорией, определяющей человека и отличающей его, например, от животных, является свобода воли и свобода выбора. И вот эта книга как раз является такой революционной в этом отношении. Потому что, несмотря на название, биология желания, здесь как раз человеку отводится определенная возможность осуществлять свой выбор. И любовь – это как раз пример того, что мы осуществляем свой выбор. И иногда он становится для нас такой аддикцией, иногда он становится для нас помрачением нашего разума, иногда он становится для нас болезнью. Но в этом и задача увидеть за симптомом определенные наши выборы, а не только биологию. Хотя она, безусловно, будет обслуживать эти выборы и иногда влиять потом на них активно сложившимися цепочками, в том числе нейросинаптическими, которые очень подробно, красиво и с яркими метафорами и примерами описывает в этой книге Марк Льюис. Но при этом тема любви, очень характерная для 15 февраля, после 14, она и показывает, что все-таки мы не заложники только нейромедиаторов или каких-то биоэлектрических импульсов в коре головного мозга, подкорке или в спинном мозгу. Что мы можем оправдывать свое положение зависимых тем, что это не мы, это болезнь, это не мы, это вот такие биологические процессы или такие электрические разряды ведут нас. Но тогда мы ничем не отличаемся от зомби и как раз таковыми являемся, как в классических голливудских фильмах. Психотерапия стоит на более гуманистических позициях, несмотря даже на то, что я представитель когнитивно-поведенческой терапии, которая, казалось бы, с рефлексами Павлова, с такими истекающими собаками слюной, говорят о том, что это все очень механистично. Ни в коем случае сам Иван Петрович говорил о свободе этого выбора и показывал как раз примером наглядным, что можно менять свои привычки, можно менять свои рефлексы и можно менять свои глубокие зависимости. Поэтому я надеюсь, наша сегодняшняя встреча и тем более эта книга, они и дадут такой импульс к новому пониманию проблемы зависимости. И тема любви, ну, каждого, наверное, касается, у каждого есть свои какие-то желания, влечения. А любовь, как яркий пример, что, в общем, это не полная слепота, это, конечно, иногда туннельное зрение и восприятие, но это наш выбор. И иногда мы становимся заложниками в последующем своего выбора, и поэтому тема уже психоактивных веществ, таких как наркотики, наглядно показывает, каким состоянием можно прийти и как это биологически потом уже влияет, как машина этой зависимости. Но, тем не менее, выбор есть. И сегодня тема аддикции в психиатрии показывает широкое поле этой зависимости, где мы можем видеть не только классические алкоголь, наркотики, но и, как тема сегодняшнего нашего диалога и круглого стола, рок-н-ролл, ну, понятно, секс, что даже зависимость теперь от интернета, от селфи, входит в международные классификации болезней или собирается войти. Поэтому, конечно, можно это трактовать как болезнь, можно это трактовать как безумие, можно это трактовать как какую-то патологию, но полезнее рассматривать проблему комплексно. И сегодня мы будем обсуждать такая ведущая модель во всем мире психиатрии, био-психосоциальная. Есть место и биологии, но все-таки биологические такие субстраты, в котором все-таки что-то важное происходит, как в компьютере есть хард, железо, но есть софт, который во многом определяет то функционирование, для чего он нам нужен. Поэтому важно, чтобы мы не свели только к организму, не редуцировали, не выхолощивали человека только как биологическую машину, но при этом учитывали, что, конечно, субстрат у нас тоже имеется. И вот эти тонкие взаимосвязи, я надеюсь, мы обсудим, и поэтому с удовольствием передаю слово коллеге, которые вот с этой биологической составляющей нас познакомят. Спасибо большое, всем добрый вечер. Я слушаю коллег про гуманизм, про желание, про свободу воли, это все, конечно, прекрасно, но временами мы ведем себя в какой-то степени необъяснимо и вроде бы нам хочется изменить наше поведение и двинуться в сторону осознанности, в сторону осмысленности и сделать тот шаг, который нам бы хотелось, но, увы, ах, получается то, что получается. И, к сожалению, не сочтите меня не руманистом в этом отношении, я все-таки понимаю, что у человека есть свобода выбора, у человека все это есть. Вы понимаете, проблема в чем? Мы в покойнии за свободу выбора иногда забываем, что мы животное. И когда мы забываем о том, что мы животное, а остаемся только человеком, мы в некоторые элементы собственного поведения, которые, извините, миллионами лет закреплялись, и мы не можем через это переступить. Мы просто делаем то, что от нас требует наша биологическая составляющая. Социальная – да. Свобода выбора – да. Все это есть, никто не спорит. Но просто вопрос заключается в том, что, на мой взгляд, человек должен понимать, что есть очень тонкая грань, с одной стороны, биологические мотивации, с другой стороны, какие-то внутренние ценностные ориентиры или какие-то, может быть, целевые установки. Неважно. Главный вопрос заключается в том, что мы всегда находимся между биологической составляющей и социальной, или психологической. Можно это по-разному назвать. Но вопрос именно в том, что как только человек забывает о том, что есть вторая половина, и, по большому счету, нарушается вот эта гармония психологически составляющая биологическое, мы скатываемся либо в зависимость, либо скатываемся в отрицание собственно биологической сущности, которая до поры до времени как кружина сжимается, а потом так вытремится, и отдача нас иногда замучивает. Но об этом, наверное, тоже стоит поговорить. Вопрос в том, что биологический базис не стоит однозначно игнорировать. Вот в чем вопрос. То есть на него стоит обязательно делать поправку при выведении какой-то даже терапевтической вещи и терапевтической этой программы. И, соответственно, когда мы говорим о зависимости, мы должны понимать, что есть какая-то базис биологическая, и у него есть, соответственно, социальная-психологическая настройка. На самом деле я сейчас хочу дать слово ведущему дару, как раз этой книге, которая, я думаю, пояснит для нас вещи, связанные с работой с книгами, которые затрагивают не одну какую-нибудь науку, ту же психологию, или просто психотерапию, не биологию, а вот находятся на стыке этих областей. Я вообще хотела о любви говорить, ну о любви, естественно. Начнем с любви, конечно. Вот, просто я не могу не рассказать эту тему, как лингвист, потому что понятно, что язык – это разражение человеческого мышления. Я думаю, что если бы мы составили рейтинг самых приятных для человека слов, это были бы слова «любовь», «милый», «приятный», «любимый», и ключевое слово здесь мне кажется «приятный». Вот, и ключевое слово здесь именно «приятный», и нам лечет, естественно, то есть это лечение основное, что есть у человека, нас лечет к тому, что нам нравится, что нам приятно, и это, конечно, роднит любовь с другими зависимостями. Человеку может страстно желать другого человека, он может страстно желать получить какое-то психоактивное вещество. Но в этом смысле у этих двух состояний общая биологическая подоплёка. Но, опять-таки, человек сама по себе любовь не является, конечно, не болезненным заболеванием, но человек, мне кажется, как самоорганизующаяся система, может себя довести и до этого, если постарается. Если он будет постоянно концентрироваться на том, что он человека любит, если это любовь какая-то несчастная, например, то это вполне может выразиться в серьёзную зависимость. Вот у меня здесь действительно, если пожалеете, краткий вопрос Дмитрию. К вам когда-нибудь обращались люди, которые хотели увеличиться от любовной зависимости? Проблем, которые приводила эту зависимость, сама зависимость может быть сладкая, а вот проблемы, которые возникают с этим, она, конечно, создаёт целый ряд вот таких запросов лечебных. Приходят и приходили, и будут приходить обоим. Спасибо. Спасибо. Отлично. Это вопрос был мне интересен. Вот если говорить, переходя к более широкому направлению, если говорить именно о книжке «Белые люди и желания», то это ещё одна книга из нашей серии, но очень популярна. Достаточно интересный у него автор. В первую очередь он интересен тем, что он сам по себе вышезависимый наркоман, то есть он хорошо знает эти проблемы изнутри, и одновременно обученый профессор нейрофизиологии, он не играет нейро-биллу, точнее говоря, поэтому он очень хорошо выбирается у биологических основ и зависимости. В чем специфика перевода такой книги? Ну, тут, наверное, не знаю, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, я постараюсь и таки не делать. На самом деле, очень большой вклад в книгу внес научный дедактор Юлия Краус, кандидат биологических наук. Я ей купоко признательна за то, что она вычитала РУТЕС, потому что, на самом деле, у меня достаточно большой опыт перевода литературы по клинической психологии и нейрофизиологии, но эта книга не научная. Легко переводить книгу научную, когда, например, автор строит фразу так. В результате съедения было установлено там то, то или то. Коловной мозг представляет собой. Правильно? Вот. Но эта книга была написана ученым, который хотел сделать, не стать ее доступным, понятным языком для всех интересующихся людей, особенно для зависимых и для их родственников, чтобы они лучше поняли суть этого явления, да, и лучше поняли те проблемы, которые испытывает близкий им человек. Вот. И он достаточно, его язык достаточно метафоричен, и поэтому было очень сложно иногда угадать и понять именно те научные данные, которые лежат за этой метафорой. И вот Юлия мне очень помогла все это перевести, и чтобы точно не было никаких ошибок. На самом деле, каждая из книг научно-популярной нашей этой серии связана с замечательными людьми, которые принимают участие и в переводе, и в редакторе, и в научной редакторе. Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Опять же, все типы книг, о которых мы вам рассказываем, они именно такие. Их делают, на мой взгляд, люди во многом самоотверженные, люди увлеченные, потому что, ну, будем говорить честно, труд переводчика, труд редактора в нашей стране оплачивается не так, как, наверное, стоило это делать. Поэтому могу сказать, что во многом наши книги переводят фанатики. То есть ты не столь же увлеченный и столь же подверженный всем тем проблемам, о которых мы сегодня говорим. То есть в зависимости, конечно, от этого процесса. Да, в зависимости. На самом деле, желание читать, желание переводить, это тоже во многом зависимость. Ну, добровольно. Да, добровольно. Добровольно. То есть это выбор. Да, добровольно. Обязанность тратить на это свободное время. Ну, собственно говоря, получаем от этого удовольствие, потому что мы занимаемся любимым делом. По сути, любое увлечение любимым делом, это в некоторой степени зависимость, и задействует одна те же биологические, ну, не даст моих биолог собрать основы, те же причины и те же мотивации. Что и все остальное. Но на самом деле, ну, один из таких вот смежных, очень интересных вопросов, о которых бы хотелось сейчас поговорить, это может ли, собственно, вот это вот получение удовольствия в процессе деятельности являться двигателем революции? То есть было ли это, двигало ли это человека, вот наших, нас как существует, по ступенькам эволюционной лестницы наверх? Вот как Вы считаете? Вопрос на самом деле неоднозначный. Временами, я думаю, да, временами нет, потому что все-таки не зря природа сделала любовь такой приятной, чтобы, собственно, мы размножались. Но, однако, вопрос заключается в том, что вокруг любви сформировано очень много поведенческих механизмов, в том числе и комплексов, как сказал один коллега, зоопсихолог, что вокруг любви сформировано целый ряд действий, скажем так, которые формируются не для того, чтобы мы размножались, а для того, чтобы антураж создать. Он приводил пример китов, которые, собственно говоря, самцы-киты там дерутся, друг друга бьют, более-таки взрослые, матерые. В этот момент выплывает молодой самец, все делает самочка, которая тут рядом плавала, она поднимает вверх. Воздух, говорит, все, все получилось, до свидания. А те ребята, соответственно, остаются вроде бы ни с чем, но при этом для какой цели? зачем они устраивают такой турнир, скажем так, рыцарский? Ведь по большому счету, они от этого никакой пользы не получают. Ответ очень простой, на самом деле, они создаются условия для размножения, при этом самка готова, чтобы произошел процесс, и самцы при этом дают возможность более молодому самцу. Ну, конечно, изначально киты об этом не думали, но фактически происходит передача генов более успешных, самцов в данном случае более молодых. Потом, вероятнее всего, когда этот самец заматереет, он тоже будет выступать в данном ключе и, соответственно, есть от этого какой-то плюс. Что касается зависимости вообще, то, опять же, нельзя сказать, что у тебя есть какая-то общая зависимость, и тогда чаще всего мы имеем в виду зависимость конкретную. Зависимость, например, нас к сладкому, она возникла тогда, когда мы питались фруктами, жили на деревьях, и по большому счету, чем более сладкий фрукт, тем больше мы получаем от него энергии. И это действительно было выгодно, потому что, ну что питаться не зелеными фруктами, зачем, если можно подождать какое-то время или найти соседнее дерево, где уже там фиги, например, созрели, как это делают наши родственники шимпанзе, они просто по запаху, соответственно, более сладковатый запах, там, где запах начинает бронить, уже воды поспели, их можно кушать, и, соответственно, больше получить энергии. То есть, вроде бы, зависимость, но у этой зависимости есть довольно простой биологический базис, который объясняет, зачем это нам нужно и как мы это могли использовать. Проблема-то в другом. Мы-то уже не на деревьях живем, а сладкого тут нас ходят, его продают и его выставляют, и, наверное, по большому счету, это сейчас построена целая индустрия на наших с вами старых привычках, которые мы не всегда понимаем, но используем во благо или не во благо. Действительно, осознанности не хватает, но здесь проблема в том заключается, что часто представление человека или его выбор связывают только с теми сознательными мыслями, которые мы контролируем, а их не так много. Психологи полагают, что их там 7 плюс-минус 2 одномоментно, поэтому мы все не укладываемся в эти 9 мыслей, безусловно, и у нас большая часть фоновых мыслей, автоматических мыслей как бы мимо сознания протекает. Мы находимся в большом потоке, он грандиозный по своим масштабам, потому что вот этих связей между нашими нейронами, их триллионы, и вот эта сумасшедшая активность, она просто не может быть осознана одномоментно, и она, естественно, не попадает в наше такое волевое, сфокусированное поле зрения. Но, тем не менее, эти процессы есть, и они могут быть рассмотрены, и они могут быть изменены. Это такое основное положение психотерапии, что человек может меняться, иначе он был обречен, и был бы такой исключительно биологической машиной. Поэтому, конечно, биологическое не оторвать от человека, ну, как зарисовка, такой небольшой анекдот. У меня есть, кстати, книжка на эту тему, 111 байк для психотерапевтов. Это минутка рекламы, издательство «Питер» как раз выпускало каждый год, причем почему-то прошлое пропустило. Вот там пример такой, что по-другому, в этом анекдоте, как звучит, по-другому стали смотреть друг на друга космонавты, когда у них закончилась еда. Поэтому, конечно, система отношений может нарушиться из-за биологических предпосылок. Но все-таки, несмотря на то, что мы обусловлены нашей биологией, иногда это выбор, может быть, противоположный вот таким биологическим механизмам, инстинктам, рефлексам. То есть, например, пусть трагический, драматический выбор самоубийства, оно идет вопреки такому инстинкту самосохранения. Поэтому, конечно, здесь любовь или какие-то другие мотивы человека, они могут идти по биологической составляющей, уже имеющимся каким-то схемам. Но, тем не менее, мы каким-то чудесным образом вот в данный момент, хотя уже время идет нашего общения, не пытаемся реализовать тут же все наши потребности. Ну, например, даже если кому-то сейчас хочется в туалет, каким-то чудесным образом он осуществляет выбор отсроченной. И поэтому психотерапия, ну, например, когнитивно-поведенческая терапия, Марк Льюис как раз позиционирует себя как когнитивный нейробиолог, нейрофизиолог, поэтому когнитивно-поведенческая психотерапия, даже упоминается им в этой книге, говорит о том, что все-таки человек способен осознать свои, может быть, подспудные такие мысли, идеи, стереотипы, и в том числе обуздывать вот какую-то импульсивную биологию. Конечно, он не может разорвать себя с ней, не может отделить полностью, но это такие сложные взаимосвязи, сложная такая система, где есть полюса биологические, психологические, а золотая середина — это жизнь гармонии принятием того, что мы такой биологический субстрат, принятием того, что мы организм из плоти, но при этом, что у нас есть такая тоненькая, ну, можно сказать, практически плесень на больших полушариях, кора головного мозга, там 2-3 миллиметра, но там удивительные процессы происходят, которые отличают нас от всех остальных существ, у которых этой плесени или меньше, или она отсутствует, что мы удивительным образом можем рефлексировать, что мы можем осознавать себя, мы можем за счет этой рефлексии, за счет этой осознанности делать осознанные выборы. В большинстве случаев нет, в большинстве случаев как раз срабатывают более глубокие уровни, там, ну, не то чтобы наши какие-то предки там сидят и зовут, говорят, пошли, вот уже сделай это здесь и сейчас, но просто неосознанность, невнимательность к нашим импульсам может приводить к тому, что они побеждают. И здесь будет все время такая система качелей, чем больше биологии, тем меньше осознанности, но тем не менее есть шанс, даже вот такие глубокие свои импульсы превращать в другое поведение. Поэтому зависимость наша от человека, от молекулы, какой-то от субстрата химического может превратиться во что-то другое. Мы можем тоже зависимость от сладкого осознать и поменять на что-то. Ну, в психоанализе это называется там, сублимация, если это любви касается, что вот такая сексуальная потребность может превратиться у художников в какую-то картину блестящую. А те, кто борется с лишним весом, хорошо понимают, как трудно это делать, как трудно отказаться от этих молекул, дразнящих обонятельные луковицы. Но при этом как-то чудесным образом все-таки замечательные девушки к 14 февраля тем более к лету худеют, берут верх над своей биологией. Не все, безусловно. Некоторые соглашаются с биологией, говорят, да ну ладно, что там бороться. Поэтому все-таки это выбор. Иногда он практически неосознан. И сегодня очень популярны как раз практики осознанности в когнитивно-проведенческом подходе они называются mindfulness, что оказывается нам не хватает иногда концентрации на настоящем моменте замечать вот эти автоматические мысли, которые иногда дразнят и говорят ну погода шепчет займи на выпей или там ну вот сейчас ты мог уже что-нибудь схомячить чего ты сидишь здесь и мы иногда поддаемся вот этому импульсу но если мы это замечаем то у нас появляется шанс не факт что мы его реализуем но шанс появляется возразить вот этому голосу этому шептуну или какому-то наглому дерзкого провокатору который часто берет вверх потому что мы его не замечаем мы считаем что это мы и есть это мы хотим а на самом деле это предложение и это предложение может быть более осознанно рассмотрено и все-таки сделан выбор соглашаться или нет и в психотерапии есть такое понятие ответственный гедонизм есть гедонизм безответственный вот что хочу то и врачу вот сейчас мне захотелось выпить я выпью у колодца не знаю нажраться потому что мне очень хочется это как бы мы себе разрешаем но не замечаем а есть выбор между удовлетворением текущих потребностей но и долгосрочными какими-то нашими интересами а что будет если ты сейчас напьешься с тобой утром а что будет если ты начнешь колодца с тобой там через пять лет и вот это сложная конечно система и завтра принимать в расчет но и сегодня не обидеть и здесь золотая середина конечно каждый раз трудоемкий процесс но вот эта осознанность она может наращиваться то есть мы можем тренировать себя замечать вот эти голоса такие ну не шизофренические в данном случае а именно такая диалоговая речь у нас часто вот кухня уже попахивает вкусными сладкими вещами и они говорят брось микрофон иди съешь но при этом вторая сигнальная система говорит ну ты же еще не договорил может быть все-таки да расскажешь через час съешь все что там захотелось и выбор делается все-таки в пользу оставаться здесь потому что есть понятие о том что если я сейчас побегу да я нажмусь я сейчас буду доволен но все-таки это будет смотреться как-то неловко люди потом скажут бешеный психотерапевт бросил микрофон нажмался удовлетворил свои базовые биологические потребности значит шаг в пользу саморегуляции достигается все-таки осмыслением таким есть последствия потому что я не психолог не биолог мне например безумно интересно в данной ситуации это скажем что что у нас в первую очередь влияет страх страх общественного мнения то есть или у этого все-таки есть какие-то внутренние биологическая система саморегуляции организма можно я первый выхвачу микрофон биологически обусловленная такая вот реакция у меня поведенческая а потом передам все-таки поделюсь я надеюсь сознание возьмет верх и будет минутка альтруизма если касаться моих таких небольших медицинских знаний касательно биологии то вот в психологии есть понятие базовых эмоций и мы там видим три отрицательных только одну положительную это как бы аловерды вот этому вопросу я просто долго к нему шел двигает ли эволюцию удовольствие двигают но скромно страх двигает больше знаете три отрицательных эмоции сначала обеспечить тебе безопасность потом будешь выживать получать удовольствие можно даже размножишься поэтому выжили такие тревожные невротики с вегетососудистой дистонии потому что они все время шкирились понимали сейчас сожрут вовремя убегали не ловили ворон потому что жили напряженно в ночь не очень комфортно без особого удовольствия но зато выжили удовольствие они получали урыжками такими вот когда успели отбежать в сторону быстро занялись удовольствием а потом снова на неврозе пытались сохранить свою шкурку мы потомки вот этих понимаете кто получал удовольствие их съели поэтому они к сожалению не дали потомство у них была классная жизнь но короткая яркая запоминающаяся но без потомства поэтому мы с вами увы миллионами лет вот так шли вот к этому дню через больше отрицательные эмоции удовольствие было коротеньким несущественным в процессе просто передачи генетического материала кто успевал его получить тому повезло но большей частью мы работали на выживание у меня сейчас такая аллегория родилась пока я вас слушал давайте представим какие-нибудь норвы животных ну типа хорьков сусликов например 4 типа темперамента суслик который такой агрессивный, галеричный у него что-то нападает, он в ответ там начинаешь это делать то есть хищник резко теряется они перестают этого суслика преследовать поэтому суслик выживает ну это меланхоличный суслик он пока выедет из норки уже всех его коллег уже может доели и все, уже все хищники наелись и а он пока вышел еще потому что это меланхоличный суслик он понимает, что не хочет выходить там если бы вообще можно еще нибудь другим пропитаться в норке вот и выживание после мной и вообще выходить не надо потому что жизнь боль и какой-нибудь более такой флегматичный суслик ой, сангвининник, да, последний мой ринозал сангвининника который ко всему относится хорошо ну съели и съели еще когда-нибудь на рожае не проблема по большому счету в биологии однозначно сказать, что выживает это один или не такой тревожный товарищ ну да, тревожные товарищи однозначно выживают потому что в случае чего они, по крайней мере, начинают грятаться, бежать и спасаться, тем более, что гормонов варьевых мерств у нас очень много и мы привыкли гадаться и убегать но у нас есть еще и другие паттерны поведения в том числе и как раз агрессивные паттерны то мы можем на кого-то наорать испугать и наша неадекватная сейчас реакция иногда может вывести нас на более эффективное эволюционное поведение потому что что-то убежать если хищник, который бежит за вами бегает быстрее например, медведь ну куда от него убежите уже если процесс погони очень вся далеко вы не убежите нужно какой-то другой вариант развития ситуации соответственно вариантов поведения несколько соответственно в каких-то случаях зависимости нас спасают в каких-то случаях зависимости нам не мешают и надо сказать, что однозначно сказать, что зависимость можно использовать ну, наверное, нельзя но попробовать это сделать можно по крайней мере, зависимость от того же кофе очень неплохо можно использовать хотя бы даже с той точки зрения что проводились исследования что, ну, например, эффект бодрости, который дает кофе дается только после первой чашки дальше вы можете хоть в банк выпить то есть вот так никакого не будет соответственно понимая это и практикуя осознанность мы можем осознанно выпить одну чашку после дальше организм уже не мучить кофеину полоскать рот ну да, как бы полоскать рот сказать, что да, вроде бы я попил все хорошо и на этом остановиться на самом деле на самом деле из этого логично пристекает следующий вопрос наверное, не менее интересный но по сути получается, что все наше поведение навязано измене да? то есть по сути сейчас вот то, что вы уже здесь упоминали когда говорили о том, что сейчас все, кому не лень эксплуатируют бедный несчастный человеческий организм навязывая ему все от покупок до выстреливания используя собственно говоря в нашем организме достаточно глубже и по сути биохимически вот то, как сейчас нашему обычному человеку сохранить свободу воли сохранить свободу выбора в условиях вот такого постоянного прессинга и по сути каждый из нас приходя в магазин ощущает тот самый замечательный запах ванили или корицы который используется опять же те же наши пристрастия женские мужские понятно что на каждом определенный образ вот как в этой ситуации сохранить на эту тему биохимически терапевту хорошо хорошо а вот тут конечно хотелось бы возразить потому что если все извне то нас нет ну мы сейчас с вами просто в неком галлюцинаторном бреду находимся и не осознаем друг друга потому что нас кто-то навязал сюда вот пойти а это не наши выборы это все некие наши оправдания навязанных нам выборов но тогда по такой логике единственные свободные люди это действительно посетители психиатрических больниц причем в острой форме когда у них яркая бредовая галлюцинаторная симптоматика они делают выборы не связанные с внешней реальностью то есть вот они независимые существа но независимые люди вынуждены прятаться в особых помещениях клинически вот так оборудованных чтобы подальше от этих зависимых уйти потому что они представляют опасность независимых независимые пускуются в отдельных местах и редкие представители ну считается порядка 6 процентов у нас очень независимых людей на планете регулярно встречаются вместе в определенных таких очерченных помещениях с таким режимом но психотерапия считает что есть шанс все-таки не так зависит то есть вспомните свои визиты вот вы говорили о том как реклама как общество потребления навязывает вы пришли в пятерочку или пришли в совет собрали все книжки убежали смотрите что я купил господи боже мой я же не планировал есть выбор приходите с планом вот у вас в плане стояла книжка по биологии желания и вы отложили сумму и шли туда очень независимо потому что у вас ровно 649 рублей больше никаких шансов у вас ничего купить нету вы подстраховались потому что не очень полагаетесь на свободу и 659 рублей помогли вам сделать ровно эту книжку это помощники такие то есть если вы приходите со списком в магазин проводили такие эксперименты вы купите то что предполагали с большей вероятностью если вы пришли наобум очень надеюсь что осознанное но корзинка потом или пакет дома вам покажет что вы не очень осознанное существо что вы не купили то чего хотели а купили то чего не хотели потому что была распродажа два по цене так три по цене двух два по цене одного и вы обнаружили что часть в общем бюджета потрачено неразумно ну как обычно там шкафы ломятся носить нечего выясняете что оказывается да ну это не что вот такая безнадёга что мы выяснили что есть вот разные варианты можно стать тревожным и все контролировать записями можно стать депрессивным как этот суслик сказать да ну нафиг ходить в магазин все равно все навязано нужно искать какую-то только для людей желания не забыть одну книгу одну книгу ладно ничего обошелся без нее вот несколько слов как зарисовка что выбор есть однозначный выбор есть а но его нет все просто выбора нет но он есть на самом деле психология очень простая мы привыкли для себя оставлять какой-то вариант действий и думать что это действительно мы думаем я соглашусь с коллегой действительно психологии и выдаю судеб не скажем так а как и вас общаться с психологами мы презентировали опыт моего общения с психологами в качестве обмена мнениями по я считаю что в принципе это внутренняя составляющая и и однозначно говорить о том что у нас вот зомбировали нет нельзя но нельзя говорить о том что все что мы делаем это действительно наше решение и то что мы купили вот эту фиолетовую там пряпку на это для стола который мы решили постелить это наш выбор вполне возможно что где-то когда-то лет 8 назад мы видели нам понравилось наше фиолетовое вот в таком последовательстве он должен быть ромбиком лежать чтобы края были и все мы ушли соответственно прошло время мост помнит и он воспроизводит видимый нами образ говорит а не купить ли нам новый скальт собственно говоря для меня вот здесь и возникает вопрос причем знаете для меня он философский а вот это был акт нашего выбора или это биологическая составляющая нас подсталкивает к тому чтобы мы купили то что нам нравится наверное ответы на этот запуск нет потому что я не вижу ничего дурного в том чтобы мы совершали какие-то действия по-настоящему нравятся потому что если мы будем делать в жизни ну скажем так какие-то действия которые будут направлены на получение результата только то есть какие-то целевые вещи но наверное наша жизнь будет весна иногда нужно просто позволить себе быть вот этим молчащим животным но при этом не давать и не сильно отпускать цепь иначе оно нас унесет куда-нибудь там куда-нибудь результата не будет нам нужно понимать что и от животного нужно получить свой плюс точно так же как и человеку не дать возможность стать безграничным цинником и сказать что все что мне окружает это все не имеет ценности потому что все навязано да и вообще для меня для существования хватает одной пара латиных и брюх и вообще все это пустое и лишнее и вообще давайте-ка пойдем куда-нибудь в лес желательно подальше от общества потому что это все даже лишнее то есть вот грань она очень тонкая и как только мы ее переступаем там начинаются твориться такие ситуации которые нас могут не совсем не удовлетворить если мы выбираем социальную жизнь если мы куда-то уходим например плечами в комнате с маленькими стенами тогда да это вариант я бы хотела немножко говорить что безусловно грань очень тонкая и существует такого понятия как низкорисящий пол то есть фактически с точки зрения эволюции мы берем то что проще что висит рядом что вкуснее и что приносит нам сразу сиюминутную выгоду то есть это там увидел спелый банан схватил ресурсов недостаточно пока другой соплеменник можно схватить и съесть получить от этого удовольствие вот это то что называется краткосрочная цель вот и если мы поставим себе цель какой-то например скопить на машину вместо этого каждый раз попадая на распродаж не можно удержаться от того чтобы отложенную сумму не потратить какие-то вещи мы постоянно вот эти низкорисящие плоды которые не дают нашей личности развиваться дальше не дают и губить нашу мотивационную сферу сферу которой под воздействием животного начала укрепляемся мы не настолько увлеклись дискуссией между собой что забыли самое главное что мы ждем собственно вопросы из зала и и вот тоже вопрос нарисовался позвольте такой вопрос здесь конечно идет в таком ключе когнитивно поведенческой психотерапии психологии и очень много говорится в особенности о рациональности но что я хочу сказать я как цитату вспоминаю в том что не разума рождает чудовище бесконечное бодерствование разума рождает чудовище в этой связи возможно ли говорить о том что предельная рационализация это выход для человека как вида а более того хочу добавить что человек и макс шеллер и никши говорили как о больном животном можно ли делать такую редукцию животному можно ли проводить полную параллель между животным и человеком для меня это крайне сомнительно вот что хотелось заметить по поводу всего сказанного то есть может быть наоборот вот эти 15 минут сумасшествия как бы одна французская пословица если человек не может себе позволить 15 минут сумасшествия уже сумасшедшие и в этой связи человек вот этот это нечто которое далеко не животное и более того вываливаясь из биологии мы только в культуре и становимся людьми отчуждаясь от природы поэтому мы не природные существа и у нас нет инстинктов у нас есть лечение и в этой связи может быть вот это состояние наше которое одновременно нам позволяет бесконечно быть эротизированными то есть созидателями в то же время улучшительными это и есть наше человеческое в чем вопрос стоит ли так предельно рационализировать стоит ли предельно от человека решать его ну скажем так эффективных нерациональных способов проявления может быть это и есть все что отличает человека природного мира и позволяет ему как раз совершать то что совершило человечество не я тоже я я начну с конца по поводу стоит ли не стоит однозначно иногда животные можно спускать с цепи потому что если мы сильно задали наши какие-то биологические позывы но в очень примитивном виде мы получим какой-то это выглядит биологически в более высоком если мы говорим мы рано или поздно у нас гормоны возьмут свою и понесут нас туда куда дорога добра это очень метафорично с другой стороны вы сказали про культуру да действительно человек сформировался в культуре и от некоторых вещей мы отказались и вот это практика отказов она очень хорошо закрепилась через культурный феномен который мы называем как табу и по большому счету да у нас есть табу которые сейчас они культурно преобразуется в социально неприемлемые социально неприемлемые практики приемлемые неприемлемые поведения осуждения и можно продолжать по большому счету бесконечно но в любом случае все это ничто иное как очень примитивное биологическое одобрение или неодобрение со стороны окружающего социума потому что если обезьян ну давайте вот если обезьян социум не принимает то соответственно рано или поздно обезьяне будет хуже как минимум потому что с ней перестанут делиться пищей ну или какие-то ситуации могут произойти с другой стороны человек на то и человек чтобы иногда идти против социума особенно это происходит последние музыков пять как минимум и кстати лингвисты об этом тоже интересные вещи говорят например слово скука оно довольно позднее и вот скучать мы начали любовная тоска она верила нам наверное давно а вот скука человеку свойственно довольно недавно и даже на русском языке слово скука появилось наверное четыреста триста назад на письме еще четыреста до сто лет до этого возникло поэтому очень интересно что культурно человек продолжает формироваться и с одной стороны он просто культурно преобразуем животные практики вот так позвольте от психотерапии со стороны психотерапии но в том числе к мотивоведенческой несколько добавить что рационализация с точки зрения психотерапии это защита то есть это не решение поэтому конечно стать просто рациональным это не способ даже избавиться от аддикции так невозможно а вопрос гармонии соотношения и поэтому психоанализ например вот эта классическая работа тотем и табу тоже говорит о том что да у нас есть биологические такие детерминанты есть культурные ходы такие поэтому здесь нельзя говорить о чем-то одном и поэтому если мы придем экстремизму будучи то мы тоже получим страдания в итоге на выходе поэтому конечно есть смысл учитывать и стараться доминировать когда один доминирует стоит посмотреть где как раз произошел конфликт когда что-то начало доминировать ущерб другим сферам и гармонизация как золотая середина выглядит скорее таким балансом этих движущих сил и культуры и биологической нашей составляющей и попытки рационально мыслить но обычно рациональная наша составляющая это такая ложка меда в бочке иррациональности то есть она такая слабо определяющая то есть это просто когда уже совсем далеко зашедшие там рациональная часть пытается как-то вырулить поэтому конечно мы живем такими автоматическими нашими программами если можно не так просто применять эти сознания приходится включать когда какие-то проблемы начинают то чтобы их не запускали периодически с одной не у не не контроль потому что мы как раз и стараемся в том что регулированность только усугубление поэтому да я просто согласен что рационализировать не нужно все вот так сводить к какому-то упорядоченному разуму давать минуту себе и слабости и наоборот импульсы какого-то биологического как вот коллега предлагал спускать с цепи иногда выпусти из себя зверя но потом выпусти обратно в каком-то балансе соотношения и видится современные психиатрии например как биопсихо-социальная модель просто иногда психиатры забывают про психо-социальная здесь это уже другая крайность помню все-таки больше о биологическом а вот уравновесить бы этот треугольник и тогда работала бы гармоничная система есть ли еще у нас вопрос о конечности отвечающих и угрожающих поддом у меня достаточно сказки вот что уважаемые социалисты могут сказать по поводу воспитания человека изначально по поводу личности сознания семье культуре там какие-то с зависимости насколько это значимо насколько это преодолимо насколько это контролируемый биологический контролирует может человек действительно там вот соотношение составляющего в плане формирование человека как личности индивидуума так да спасибо за вопрос потому что эта книжка темы интересно что здесь биолог как раз раскрывает значение предиспозиции предварительно занимаемых позиций то есть что случилось преморбиде морбис болезнь чтобы не циклиться на этом как на болезни как раз и стоит рассмотреть какие факторы легли в основу что человек идет к своей зависимости просто не знает об этом и воспитание здесь играет ключевую роль потому что это примеры это модели это такие паттерны поведения потому что здесь может играть роль например что там курит кто-то из родителей и тогда человек будет курить а выстраивание таких отношений что если ребенок говорят ты не должен страдать любым способом убирай дискомфорт то тогда как анестезия может выступать алкоголь наркотики что я как-то сегодня страдался надо срочно залить надо срочно там как-то занюхать это дело значит не будет никакой замечательной жизни а я должен это иметь это такие паттерны мышления ты должен иметь все время прекрасную жизнь все время быть на драйве тогда амфетамины все время убирать депрессию потому что как это ты в депрессии посмотри все в фейсбуке не в депрессии совершенно ни разу поэтому иди что-нибудь выпей а лучше нюхни там в фейсбуке рекомендуют от депрессии такие есть чудесные способы но до того как человек научился пользоваться фейсбуком он рос и развивался в какой-то системе и эта система могла склонять его к таким особенностям мышлением да я никогда не буду такой как моя мать я никогда не буду такой как мой отец а потом выясняется через 20 лет как ты похож на свой отец как ты мать напоминаешь я да что да вы напутали я против а модели работают а привычки те же здесь воспитание это не только то что сказал ай-яй-яй надо хорошо себя вести а это как себя сам вел поэтому когда мы ведем себя определенным образом то и дети это усваивают когда мы говорим и не кури и там покурил этот классический пример такой наглядный но когда мы говорим ты не должен напрягаться ты должен все время только положительно испытывать мы предлагаем ребенку ограниченный мир где он не допускает определенные свои состояния в том числе и биологические и тогда это предпосылки будущих проблем что не делая я сама а как потом нужно искать того кто будет делать вот зависимость от другого человека приходится одному делать надо как-то себя успокоить чего ты делал вообще иди расслабься вот такие бытовые жидкие транквилизаторы и миорелаксанты они становятся помощниками для того чтобы преодолеть такие невзгоды и если мы будем лечить только от взаимодействия с этими химическими веществами то мы не уберем привычки решать с их помощью какие-то проблемы поэтому мы можем видеть как могут меняться зависимости вышел человек из секты стал алкоголиком бросил пить потому что стал курить бросил курить потому что научил колодца кто-то его и вот видит вот такой путь сложные комбинации разных зависимостей поэтому тут важно чтобы мы не только с последствием боролись а проясняли для себя а из-за чего человек вообще к этому прибегает что ему дает для чего он это делает тогда мы увидим что человек сложная система не только биологическая но и психологическая и более открытая система человек открытая система еще и социальная и вот эти все взаимодействия если мы будем прояснять что человека ведет к тому что он злопотребляет чем угодно то мы выясним что это компенсаторные стратегии человек что-то компенсирует свою боль свои проблемы свое неумение что-то делать другим способом получать удовольствие например и тогда мы можем работать не только со следствием зависимостью но и с причинами этой зависимости они корнями уходят конечно в детство ну как я наш корчик говорил известный педагог все мы родом из детства поэтому и наша проблема родом обычно оттуда же будет нам дальше касаться если мы рассмотрим с точки зрения биологического индивидуального человека но здесь же если мы решим то здесь значит как и правильно сказали законы здесь выпустим мы так и становимся какими 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 существами вот если посмотреть и как вы относитесь к самому генетической памяти когда в семье вы ничего не учили а у ребенка вот откуда это что это маленькая как вы говорите почему у нас проявления наших характеров бывают через поколение или через два вот наши особенности индивидуальности то что вы занимаетесь более тонкие составляющие страдания мучения привязанность вот можно ли это все записать в модель такого биологического поведения низкого висящего вода здания или поведения но нас объединяет гораздо больше на самом деле чем в целом люди могут себе представить и в целом человеческие реакции поведения они достаточно стереотипы вот но я честно говоря свое животное не упускают но видимо я компенсировала сублимировала выражаясь пользуясь лексикой психотерапевтической тем же может быть переводом но безусловно конечно человек это не только биологическое существо что почему модель зависимости она биопсихосоциальная здесь учитывается как биологические факторы так и следовательно социальные факторы психологии психика человека которая верхняя настройка от животных инстинктами самая злобненькая 3 мм кора головного мозга которая отличает нас от животных которая ну собственно это удивительная конечно грань буквально два слова психогенетика в конце концов это собственно наука которая изучает то как передаются признаки в том числе психологические признаки через поколение но изначально конечно психогенетика сложилась как исследование о передачи спортивных способностей по тематике но мы уже можем дальше копнуть у нас был однажды опыт со студентами мы таким образом передаются психологические признаки из поколения в поколение они делали такой типород в генн 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 вторник как это происходит но к сожалению наука еще и надо сказать что те психологи которые определен но это не совсем верно. Даже в некоторых исследованиях очень, скажем так, неточно, я бы сказал, совсем неточно, в таком блоке составления инограмм, мы видели, что в одном случае зависимость алкогольная, в другом случае какой-то другой вариант, а во всех случаях перебирается мобиль уходит. Человек просто уходит в правду, в ту или иную зависимость. То есть, перебирается, у него вообще ничего, а какой-то вот другой, что-то любое. Но, по-другому, мы сейчас показываем, что точно объявлять, какой набор генов, какая собаковка, характеристик, мы вот это точно охотиться не можем. не можем, потому что мы не можем взять и собрать со всех генетических костей, наши права ингредиа, потому что это не дорого. Дорого, много потребуется на мощности именинной цифровой техники, чтобы это все обработать, но некоторые исследования могут все-таки проводиться, и, надо сказать, результат, ну, довольно интересный. Поэтому там вполне вероятно, что где-то, как сказал коллега, происходит принятие, где-то, наоборот, вторжение, но все-равно биологически базис, так или иначе, человека толкает к реализации того или иного поведения, с одной стороны. А с другой стороны, о том, что вы сказали, что грустно или не грустно, да и не грустно, наверное, в консульте. Потому что, ну, мы не можем быть, перестать беспилотно. Вот в чем вопрос. Вы знаете, в этом смысле индивидуальность, потому что для нее животное неинтересно. Ей интересно какие-то выплески найти. Ну, на мой взгляд. Да, где-то выпускало, где-то не выпускает. Это же тоже индивидуальность. Понимаете? Нельзя в этом отпускать. Понимаете? Нельзя в этом отпускать. Добрый вечер. Вопрос, наверное, касается не только зависимости у человека, сколько зависимости у человека. Для начала, вот, ну, два таких факта напомнила. Первый, ну, были эксперименты по обучению обезьянам. И, таким образом, не, достигали успеха, и обезьянам многие, ну, не многие, на самом деле, это самое известное, не говорилось о том. Они достигали уровня, ну, осознанности, может быть, уровня 3-4-летнего человеческого ребенка. А наличие да есть увидев комфортное количество Земля тоб Ummy. Поливести скорость во всем ах, например, ..? товарищем, с perturbегkil y5-0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас не нужно мирить животных, а человека, который учится как минимум раз в 20, побольше, чем эти животные. Понимаете, у нас процесс обучения и процесс социализации, он настолько усложнился с того момента, как мы перестали бегать по лесам и жить стадами. С другой стороны, мы даже не перестали, но по лесам мы бегаем совсем уже с другой целью. Вот в чем вопрос. Поэтому формально, наверное, мы ушли от зависимости, как раз от биологической зависимости. По большому счету, мы же знаем психотерапевтические вещества довольно давно. И ограничения, кстати, они в том числе вышли из религиозно-листических практик. И все мы понимаем, что если какой-то шаман переберет грибами, пусть его куда-то унесут. Соответственно, естественно, в ходе культурных практик у человека нарабатываются какие-то практики социальные. И, естественно, возникает барьер между людьми, которые принимают, и людьми, которые не принимают. У животных... Ну, да, лоси, говорят, тоже идут нахоморки. Вопрос только заключается в том, что, скорее всего, одним из них выбирают паразит. Мужчина, они принимают нахоморки для того, чтобы увидеть верхний и нижний мир и увидеть мировой диет. Я могу просто вспомнить, как раз был один психотерапевтический эксперимент, который был автор, как мне рассказали, на канале Крестный парк развлечений. Там теперь сначала создали верхние специальные условия, так, которые крепкие, из развлечений, и снижающих, и снижающих, и снижающих, и снижающих, и снижающих героинь. То есть, так, если кресты, они не сказали. Потом их перевозили в Крестный парк развлечений. Это были большие возможности для общения. И, конечно, они не были в этом. Развлечениями героиня. И кресты были в этом. Это, безусловно, сложные. Вопросы. И вот здесь в парках развлечений для крысы, где были отношения между крысами взамен вот этих одиночных камер. И тогда выясняется действительно, что нет приоритета у просто химического вещества. Поэтому не так однозначно вот эти модели принял вещество и стал зависимым. Потому что, опять же, классический пример – это то, что ветераны войны во Вьетнаме не все наркоманы. А 75%, а это сотни тысяч солдат, которые были во Вьетнаме, принимали внутривенный героин. 75%. Из них вернувшиеся не все стали наркоманы. Большая часть без лечения самостоятельно перестала быть наркоманами. Если вернуться к животным, блестящий пример Коко сегодня был в интернете. Потому что, видите, оказалось, что философ Коко, философское отношение к жизни и смерти. Год назад в Индии у дельфинов признали права людей. Если вы что-то сделаете с дельфином, в Индии можно сесть. Поэтому тут некоторые страны идут вперед. Вот такие, как Индия, признавая права личности. Но мы скованы сейчас системой обязательств, в том числе экономических. Если мы сейчас признаем у хрюшек, у королок права, рухнет пищевая промышленность. Мы обусловлены еще и такой сложной экономической системой. Поэтому ряд ученых, в том числе известный физик, теорию времени, он написал книжку. Не помните, не подскажешь. Да, Хокинг, Стивен Хокинг. Он вместе с другими известными учеными подписал хартию за 300. Мы как бы человеком меряем, а человеком мерить сложно. Потому что 38 попугаев, удав у нас в мультфильме. А если не человеком мерить, то это совершенно другой социум, у крыс, другой социум, у пчел, у дельфинов. У них свой мир, свои взаимосвязи, свои отношения. Может быть, наш мир через призму их мира выглядит уродливо и неразумно. Поэтому мы просто не понимаем разума этих существ. Но он у них есть какой-то свой. Поэтому у них наверняка есть свои проблемы. Ну, назову их психологическими и назову по этому зависимости их, может быть, так вот, по психосоциальной модели. Но наверняка у них свои зависимости есть и свои проблемы с этим есть. Но как-то они их решают. Может быть, мы будем учиться у них даже когда-то, когда их поймем, как они их решают. Будет новая модель в терапии, новые примеры. Спасибо. Можно? Ну, во-первых, потому что я очень заинтересована в этой книге. Потому что на сегодняшний день я думала, что у меня такая позиция, что зависимость – это поездие. И очень бы хотелось отменить свое мнение. У меня такой вопрос. Значит, два зависимых человека. Один начинает выздоровывать, грубо говоря, с зависимостью, а другой не идет по этому пути. Хотя даже вот схожие ситуации. Возможно, брат и сестра. Мне бы хотелось… У меня есть какое-то свое такое ощущение, что, возможно, вот та любовь применяется отсутствие насилия и паттерна к семье. Да, какие-то… Ну, то есть, что? Почему? Что вредит? Почему один разворачивается, выздоровляет, другой не идет? Ну, это вот часть наших вопросов тоже для обсуждения. Я буквально коротко в двух словах скажу, чтобы не тянуть одеяло на себя. На мой взгляд, выбор. Просто он не виден. Это не сознательный выбор. Я сижу и думаю, становится мне наркоманом или нет. А это выбор, который предобусловлен и системой отношений, которые есть в семье, и последующим уже развитием человека. То есть, генетически задается некий коридор. Да, там есть ограничения, но внутри этого коридора есть свой выбор, куда направить себя, к какому берегу пристать или там отцентрироваться, как-то золотую середину выбирать. Человек сам обкрадывает себя в отношении последующих выборов. Он может обуславливать себя все больше и привязывать к каким-то моделям, которые он подчеркнул из семьи, которые он подчеркнул от кумиров, от значимых других, и которые иногда превращаются в так называемую выученную беспомощность. Я попробовал, мне по рукам ударили. У меня самостоятельности нет. Все, я завишу тогда от других. Любят они меня? Нет. Принимают? Нет. Я еще раз что-то попробовал, обжегся. Я говорю, нет, тогда вообще не надо высовываться. Я попробовал отношения, не понравились. Ну все, у меня вообще нет никакого выбора. И вот это выучивание этой беспомощности приводит человека к тому, что он выбирает простые быстрые решения. Ну тогда надо как-то обезболиться, тогда надо как-то поддержать себя. И вот кто все-таки перешагивает через эту боль, проходит через нее, имеет больше шансов избавиться от зависимости, получить новый опыт, раскрыть свои способности и возможности отказаться от этой выученной беспомощности и научиться другим способом, научиться другим возможным вариантам, как решать свои проблемы, как получать удовольствие, как реализовывать себя. Ну, на самом деле, я так философски начну с работы выбора, она все-таки присуща каждому человеку, это раз. Во-вторых, мы если, как мы в биологии, мы все-таки с вами колональные копии, даже брат и сестра, не являющиеся, может, в принципе, не являются измельцами, потому что они разнополы не только 50% общей гены. Даже если мы возьмем двух братьев, которые являются измельцами, в любом случае, селиалы разные, и, как показывают те же исследования психотеметики, очень часто признак формироваться под влиянием социума даже у людей, которые живут совместно. Почему человек выбирает тот или иной вариант, это другой вопрос. Вопрос другого. Можно ли мы помочь человеку с выбором? Направить его как в ту или иную сторону? Или намного принять его выбор? То есть, здесь очень много таких вопросов, они более, наверное, этические, нежели биологические. То есть, когда мы говорим с вами о биологии, нам это проще-то, животных, ну, вроде бы, да, они имеют чувства, они имеют эмоции, но поставить над ними эксперимент просто. Когда мы говорим о человеке, нам бы хотелось бы поставить эксперимент, но возможности такой нет. У нас фактически есть наблюдение, как метод, ну и терапия, как метод тоже, на мой взгляд, весьма действенный, но вопрос заключается в том, что она направляет человека. Но однозначно сказать, что да, вот этот человек в другой подобной же ситуации, в моей области, а по-другому мы не можем, потому что у нас все-таки гуманистическая составляющая, что в биологии, что в психологии, что в психотерапии, неважно. У нас человек — ценность, и это очень важно, что человек — ценность. И то, что императив, который сформировался у нас в обществе, он, кстати, сформировался в том числе и под влиянием событий 70-80-летней давности. И очень хорошо, что мы живем в таком гуманистическом обществе. Меня лично это не может не радовать, потому что эксперименты на людьми, ну, это все-таки не есть вариант. Хотя существуют методы коррекции, методы выздоровления, когда людей ограничивают, но где вот здесь свобода выбора, возникает вопрос, и насколько эффективна такая терапия без свободного движения в сторону избавления от зависимости. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Только давайте очень коротко, потому что у нас, как я понимаю, время... — Да, у нас есть решение. — Угу. — Да, у меня два вопроса, чтобы мы еще встречу. — Так. — И взят заболевание, где запрещен, например, прием, славка, или человек, это, как врач рекомендует трагоматика, взятые препараты. И сверху, например, в диете, это приводит, естественно, к плохим терапевтическим последствиям. Вопрос в том, не может ли это быть сознательно создательные проблемы на будущем, чтобы потом героически ее преодолеть и похвалить себя за это? — Если в этом... — А можно ли я сейчас... 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 — А вот сегодня в том, что у меня сын в возрасте 6 лет приобрел очень сильную аллергию. Мы приехали, чтобы лопатировать, там неважные собственные причины, но вплоть до предосматического состояния. Было целый ряд вещей, которые мы не рекомендовали есть. Так вот, в этом возрасте он совершенно осознанно отказывался от этих вещей. — Обязательно все можно. То есть я не могу сказать, что это у нас следовало по какой-то причине. Мне кажется, что свобода выбора возможна даже в детском возрасте. Вряд ли можно говорить о том, что мы что-то придумываем именно в это время, именно в этом возрасте, чтобы героически преодолевать. Это все-таки, наверное, уже характерный довольный носок. Я хочу сказать, что тут очень важно перефорфомировать проблему. Не просто мне нельзя в этом возрасте, я несчастна. Я не буду это есть, потому что я хочу быть таким-то и таким-то. Если человек отказывается, то, наверное, возможно, у него просто остаётся причастному контролю, как он выяснил под палом. И наесться вот этого запрещённого до отвала. Ну, что-то могу смотиваться. У поведения есть мотивы, есть причины, есть некие провокаторы, которые могут ему способствовать. Поэтому здесь обычно идёт такой разбор полётов сознательно и не всегда определяют выборы поведения человека. Поэтому это могут быть накопившиеся такие неосознанные паттерны этого поведения. То есть, например, сколько можно там и дать себе выходной. Ну, тот, кто соблюдает диету, может знать о таких срывах, но не обязательно вот по таким жёстким медицинским причинам или контролям. В некоторых случаях, ну, таких более клинических, уже медицинских и печальных, человек может сознательно заниматься саморазрушением. Такое влечение к смерти, саморазрушающее поведение иногда приводит к тому, что человек как бы играет со смертью, иногда отказывается там от приёма, ну, там, инсулина, например, и впадает в кому даже. Это не то чтобы осознанный выбор, но это как бы выбор вопреки в силу каких-то неосознанных механизмов, сложившихся у человека. То есть это тоже часто борьба вот с какими-то своими переживаниями, но таким не очень подходящим способом. В психотерапии это часто исследуется как следствие вот такого импульса, что за этим стоит. Поэтому мы часто проясняем, что это для тебя значило. Человек может не осознавать это долго достаточно, но потом, если это разбирать более подробно, детально, поясняется, что для этого был какой-то посыл, это не слово, какой-то смысл. Просто это не в сознании, но это можно вытаскивать. — Простите, а если у человека психотическая структура, у него аффекты сильные интеллекты, а можно ли вообще говорить о каком-либо избавлении от зависимости? То есть работать в зависимости не можно, у кого-то, как бы, эротические ситуации формирования. Как можно это? — Да, это ограничение, но не тотальное. То есть, если раньше рассматривали это как невозможность решения этой проблемы, то сегодня меняется взгляд. Даже работа с психотиками идет. Сегодня психотерапия идет с психотическими пациентами, с апелляцией какой-то здоровой части. Что этот человек может быть мозаичной, такой структуры уже представляет, но все равно там есть какая-то здоровая часть. Ну, как фильм «Игры разума», где персонаж Расслова Кроу договаривается со своими галлюзинациями и говорит, можно я сейчас полчаса Нобелевскую речь толкну, а потом я с вами пообщаюсь, договорю, сейчас паузу ставим. И получается, что можно управлять этой здоровой частью даже вот с такими тяжелыми состояниями психотическими. Может быть, не управлять целиком, но какие-то вот конвенции, соглашения достигать. И поэтому сейчас вот интересные, пионерские такие работы с психозами и даже, может быть, с такими формами зависимого поведения, сложными комбинациями, не только невротическими, но и биологически обусловленными, психотическими и так далее. У вас есть важная цена зависимости от болезни и, пожалуйста, ваше мнение относительно фазы самой зависимости от болезни на двух примеров. Допустим, человек, зависимый от стремаемости или человек, зависимый от синтетических психотерапевтов и от стремаемости последнего дня. Да, и то другое... Ну, да. Может быть, дойдем и до этого, когда сингулярность произойдет по Курцвейлу где-то в 50-60-х годах этого века, уже чипы будут работать как психотерапия или как исправление любых зависимостей, когда мы сольемся с программным обеспечением. Но до этого действительно в медицине рассматривается это как поле аддикции, то есть разные могут быть варианты, от чего зависеть, в том числе такие адреналиновые виды спорта, они считаются как вариантом такого аддиктивного зависимого поведения. Просто считается, что есть химические, как более тяжелые, и нехимические, как менее тяжелые, и пищевые где-то посередине, потому что они частично химические, частично нехимические. Но вот чем замечательна эта книга? Она как раз показывает примеры моделей, которые сейчас доминируют. Есть модель болезни, жестко говорящая, вот ты просто болен, он прими это и все, но это как диабет, тебе придется лечить всю жизнь, ты не вылечишься от него, но тебе придется ряд таких ограничений в пище с приемом препарата, просто взять и принять, больше ничего не будет. И она часто инвалидизирующая эту модель. И это еще усугубляет, делает человеку особо нехмешно, и он еще это будет глушить потом, заливая это алкоголем или наркотиками. А болезнь самолечения? Я пытаюсь облегчить свое состояние и ухожу в анестезию. В этом мире, где я беспомощен, где я не решаю своих проблем, у меня есть утешение. Налил – облегчился, уколол – стало чуть повеселее. И модель все-таки выбора, которая здесь активно обсуждается в этой книге. Поэтому это как модели, они, может быть, взаимопроникают, поэтому есть и биологическая составляющая, детерминирующая нас, все-таки она основной наш ограничитель. Но есть и какие-то определенные возможности, потому что человек показывает примеры победы над своей биохимией или над своей такой биологической матрицей. Не то, чтобы он от нее уходит, отказывается, но он показывает, что он может выбирать. И вот этот выбор приходится иногда развивать, пестовать. Ну, не всем и Моресьевы, понимаете, которые там дотянут вот с этими болями и потом на колодках будут управлять самолетом. Кому-то не хватает, это как выученная беспомощность. Поэтому обучение может помочь быстрее, может быть, человеку, который там с адреналином видом спорта, потому что у него чуть больше осознанности, может быть, чуть меньше этой химической зависимости, хотя он тоже зависит от этих спрысков, ну, условного адреналида, потому что там ряд химических веществ выделяется. Но наркоман тоже незаконченный вот такой человек. Мы видим примеры, как люди избавляются от этого. Медицинская модель говорит 8%. Только 8% избавится от наркотической зависимости. Остальные все законченные, как бы люди. А модель выбора говорит о совершенно других шансах и других возможностях. Поэтому важно, чтобы мы не инвалидизировать человека еще этим приговором. Ты болен, и у тебя шансов практически нет еще на выздоровление. И нужно учитывать все три составляющие. И это новая перспектива в терапии таких пациентов. После этого, мне кажется, что ураноликозные вот эти две модели, они интегрируются и будет что-то одно, но общее. Честно говоря, при прочтении книги иногда возникает сомнения, которые просто и так нет. Кто говорит, да, вот это вот прям все хорошо и все в тему, но вероятность всего, как обычно бывает в жизни, будет что-то третье. И более того, я думаю, что, вот сейчас я скажу нашим вопросом о сравнении зависимости. Всегда есть индивидуальный, уникальный случай. И каждый случай нужно рассматривать в отдельности. И у каждого человека по большому счету есть выбор. Ну или каждый человек вправе в себе этого выбора решить. В. 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 вопрос а вот мужчина широко достаточно в контексте она вышла в 2015 году но два года мы ее запечатали уже не знаю сколько раз я сейчас не скажу вам даже тираж точно и достала бестселлером я думаю что будет интересно говорить о том почему такие книги интересно читать до слова действительно я заведовал городским психотерапевтическим центром клиники неврозов на 15 линии до этого я там был врачом-психотерапевтом проработал больше десяти лет сейчас я доцент кафедры психологии и педагогики северо-западного государства медицинского университета имени мечникова и я председатель ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии то есть больше я сейчас занимаюсь такой педагогической работой кузнецей кадров мы готовим новых психотерапевтов психологов и вот тот вид психотерапии который сегодня упоминался неоднократно мы стараемся активно развивать в нашей стране потому что имя павлова здесь мы считаем ключевым и с нами согласились на европейском конгрессе в этом году точнее уже в прошлом 2016 вот такую сейчас можно назвать высоким словом миссию я осуществляю практической работы я тоже занимаюсь но как психотерапевт уже гораздо реже больше делюсь опытом с коллегом могу свести брови если есть такое желание я в настоящий момент уже на протяжении практически наверное восьми лет занимаюсь я преподаватель и последние годы я напрямую психогенетикой занимаюсь какое-то время я делаю курс психогенетики на кафедре кстати психологии в Кемеровском госуниверситете филе Кемеровского госуниверситета это далеко-далеко в Сибири в городе Новокузнецке вообще областью моих научных интересов является антропогенез в том числе культурные составляющие антропогенеза по примерам я думаю в последнее время мне очень интересно стал вопрос о культурной составляющей антропогенеза антропогенеза и какой культурный код соответствует тем или иным этапам развития человека и тем или иным феноменам которые существуют в современной антропогенеза также я являюсь лектором прогноз школы я занимаюсь пропагандой научных знаний научным просвещением и считаю что это очень важно и интересно самое интересное на это стоит тратить время потому что мы можем удалиться от нашей зависимости но пусть это будет лучше зависимость от смеха чем зависимость от сладкого это был Сергей Бажанов нет я здесь живу это был Сергей Бажанов надеюсь что мы с ним еще не общаемся на этих представителях и Наталья Галина да я лингвист германист переводчик судом уже 20 лет вот и еще ведущий издательство Питер через мои руки проходят очень многие книги в частности несколько книг Витриев который здесь сидит, он мне доверил и, клянусь, я их не сбортила, потому что выжить их уже невозможно. Приятно. Да-да-да, на человеческий язык. С психотерапевтического на человеческий. Еще раз всем спасибо. До 16 марта. Продолжение следует.